Ну вот, конечно, потерял я немного времени, съездив туда на Экраину, так, немножко по ошибке, как бы, но зато посмотрел, чем живет нетуристическая страна. Это тоже полезно, хотя бы для контраста. Ну, теперь я вернулся в центр и буду снимать опять этот замечательный, чудесный, молодой город. Красивый комплекс из двух башен. По-моему, одна из них явно старинная, просто по-современному отреставрирована. Это ресторан! Я вновь вышел к набережной, где бронзовые люди продолжают заниматься своими делами. А мне нужно перейти на ту сторону, чтобы попасть в самый-самый центр, где сама красота. Мега-крутые торговые центры по дороге попадаются. Заходить в них смысла нет, я один зашел, цены там высокие, ну и, собственно, ассортимент тот же, что и везде. Ничего такого особо интересного в них нет. Чуть подробнее речной вокзальчик. Вот такие теплоходики здесь прогулочные швартуются. Ну, сейчас не выходной и не погода, и они не пользуются спросом в сегодняшний день. Слушайте, а где должен был бы быть государственный флаг? Чудеса чудесные, но флага нет. Есть только стелла, и на ней ничего не висит. Очень странно. Здесь высказывание Назарбаева о независимости. Вообще все красиво, стильно так. Я бы не сказал, что вычурно нормально, но вот самого флага почему-то нет. Кургану, на котором флаг, вернее, стелла сейчас, проложена аллейка из таких вот хвойных деревьев, елочек, наверное, которую, как я понимаю, высадили президенты республики. Олив, азербайджанский президент, напротив Кочериан, армянин, Кочериан тогда был президентом и так далее. Вот эти елки уже достаточно выско выросли. С краешку три жухлых каких-то елочки, то ли они болеют, то ли еще как следует не принялись. Турецкая, белорусская, Александр Георгиевич, Александр Григорьевич, ну, позорище какое-то. И литовская елочка. Что-то они выглядят хуже всех. Ну, это, наверное, вопросы ботаники. Наконец-то солнышко выглянуло, стало все в других красках, но и жара сразу, сразу же жара. Это Центральная Азия. Я подошел к зданию цирка. Наверное, с этим цирком связаны у многих хорошие воспоминания, добрые. Вот здесь Никулинский цирк гастролируют. Вот он золотой, не знаю, как называется эта профессия, когда на моноколесе выступают. И разные цирковые жанры здесь представлены в этих фигурах. Вот Мишка играет на гармошке, обезьяна на велосипеде, там дальше силач и так далее. Очень мне нравится сочетание небоскребов и такой вот невысокой трехэтажной застройки. В Истане это присутствует во многих местах. Первые этажи здесь, то, что во Франции называют лауре-де-шоссе, отданы под разные магазинчики, конторы, а второй и третий живые. Астана поражает своей грандиозностью и смешением стилей. Иной раз просто не понимаешь, где ты находишься. Такой микс вокруг. Субтитры сделал DimaTorzok Потрясающее здание, жилой дом. Отсюда, наверное, это здание лучше всего видно, а перед ним еще скульптура. Здесь интересные скульптуры попадаются в Астане. У меня странные, но восторженные чувства от Астаны. Какой-то город-микс, в то же время устремленные в будущее и немного находясь в прошлом. И не Европа, не Азия, а нечто такое непонятное, свое, но очень интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остановка, ну вот здесь электронное табло с маршрутами и время, сколько осталось до приезда того или иного автобуса. Ну и потрясающие высотные дома. Это не я горизонт завалил, это такая башня. Великолепный, в классическом стиле построенный театр оперы и балета. Подобным Большому театру наверху квадрига лошадей. Эти огромные колонны напоминают греческие театры времен античности. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok В 2010-2012 годах построено это здание Очень впечатлительно, огромное Игорю, мне нравится, что оно выполнено в классическом стиле Фигуры древних казахских сказителей Это знаменитый хан Шатер Или самая большая юрта, как некоторые называют ее Внутри расположен торговый центр Вся конструкция держится на центральном штыре, столбе Не знаю, как правильно назвать И инженерно это весьма сложное и интересное здание Красная красивая аллея, кроме цветов и вот этих арок, которые должны загореться ночью Здесь сейчас культуры прикольные Вот такая древесная девушка, например А рядом девушка, ну уже в листьях, в платье А с этой слетела одежда Это странное сооружение, на самом деле фонтан Когда есть вода, он выглядит немного по-другому, конечно, красивее И вот тот шар, к которому я направляюсь Можно сфотографироваться с птичками Или вот на фоне вот этого сооружения Тут масса вещей таких установленных, которые притягивают к себе внимание туриста К примеру, поближе, это скамейка с влюбленными фонарями наверху Вот так они переплетены Мужской и женский фонарик Швейная машинка, тоже весьма прикольно А вот здесь, несмотря на непогоду, фонтаны работают Вообще, это офигенская площадь И здесь, правда, глаза разбегаются, куда, в какую сторону смотреть и в какую сторону пойти Каскады, водопады, все это здесь присутствует очень классно В этом громадном здании расположено Министерство энергетики Казахстана И одна из самых крупных энергетических газовых компаний Казахстана, город многонациональный и многоконфессиональный Я уже видел православную церковь, католическую, а вот и мечеть, красивая центральная мечеть Из провинциального городистки из грязи в князи пройден путь довольно быстро Но пройден ли? Совсем нет Город продолжает развиваться Застраиваются все новые и новые районы И как застраиваются? Грандиозно, монументально, но не вычурно Хотя оценки новой архитектуры могут быть разными, но равнодушным она точно никого не оставит Автором генплана застройки Астаны стал известный японский архитектор Куракава Проекты которого знакомы всему миру Именно видение этого великолепного мастера позволило объединить в одном Современность, модные тенденции в архитектуре и традиционность азиатского колорита Но если японский архитектор возглавлял идейный центр То другие задачи решались другими архитекторами В частности, тоже весьма известным Норманом Фостером Им, кстати, был построен знаменитый Хан Шатер Репортаж о котором тоже можно посмотреть у меня на канале Слаженная работа архитекторов, инженеров и строителей из разных стран Позволила нам видеть теперь то, во что Австана превратилась сейчас Очень современный, во многом неповторимый, если можно так выразиться, блистательный город В общем-то, сейчас он еще в самом своем начале Город-младенец, и что с ним станет лет через 20? Иногда возникает впечатление, что ты либо на Земле будущего, либо вообще на каком-то Марсе Текло, бетон, небоскребы И здесь фотовыставка, вот в таком деревянном оформлении Из дерева для нее созданы вот такие вот, не знаю как сказать, постаменты И на деревянных досках расположены уже фотографии, которые здесь выставлены Кстати, классные фотографии Вот так выглядит это место ночью, с высоты плечевого полета Главная пешеходная улица Астаны, которая ведет к президентскому дворцу Является смысловым центром нового города Вокруг нее прирастают молодые кварталы Растет город, расширяясь во все стороны Растет город, расширяясь во все стороны Центральная аллея Астаны, конечно, впечатляет неимоверно Даже в неудачную погоду Небоскребы, конечно, очень впечатляют Особенно, если они нестандартные Вот этот, с таким закруглением, как бы кривой Справа тоже два небоскреба неправильной формы Справа экспоцентр, а слева штаб-квартира казахстанских железных дорог Гоген отдыхает Местные рептилоиды Домики реальны и нереальны Очень сильно с ними контактируют вот эти вот скульптуры Не подражаю вам стилю в таком Нечто совсем природное Напоминающе, скорее, по своим характеристикам Какие-то тундровые просторы, что ли И вот Представляю, что ощущает казах, приехавшись Какого-нибудь далекого-далекого степного села А вот дом с дыркой Дырка сквозная Такие дома не редкость в Японии и Китае И знатокам вопрос на засыпку Для чего эта дырка в здании? Пишите ответы в комментариях Верблюд тащит часть юрки Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну и главное административное здание тоже здесь расположено Я прогуляюсь еще немного Темнеет, я в темноте плохо ориентируюсь Я в темноте плохо ориентируюсь, поэтому не очень люблю ночные съемки в незнакомых местах Так что сейчас еще немного поснимаю и буду заканчивать Для первого дня знакомства с основной впечатлением выше головы Девчонки репетируют какой-то танец А здесь еще башня интересная, телевизионная Несмотря на то, что сюжет об Астане растянулся на несколько частей, я должен сказать, что многое еще осталось за кадром Визит мой был весьма краток, но Астана обладает магнетическими свойствами и я непременно снова окажусь здесь, я это знаю Наверное, к тому времени город еще сильнее изменится, но точно в самую хорошую сторону Золото по прежнему цене, в том числе и в архитектуре И вот между этими золотыми башнями мы видим дворец Я подозреваю, что это главный дворец Казахстана Ну вот, это квартал государственных учреждений и государственных корпораций Здесь вот тоже мы видим лифт внутри этой башни Внутри тоже этой башни, вот он лифт сверху Самые, наверное, потрясающие здания Астаны Плохая погода имеет свои плюсы, сейчас здесь практически никого нет Абсолютно почти пустынная площадь Я в одиночестве поснимаю эти великолепные, но немножечко отрешенные от людей здания На фоне свинцового неба такого они выглядят немножко сумрестно Жаль, конечно, но так-то в них страшного ничего нет Вот сейчас я практически один между тремя красивейшими зданиями И как-то даже становится не по себе То ли я делаю, правильно ли я зашел Можно ли здесь вообще снимать Снимать можно, но просто погода и вечер И поэтому никого нет Якимет Как его правильно я не знаю прочитать Блин, но это все правительственные здания Это все правительственные здания Назначение которых администрация президента Ну и так далее Вот милиционер в мою сторону идет Может действительно нельзя снимать Ну вот так и есть Милиционер меня зовет к себе Снимать нельзя, видимо Милиционер все-таки заколупался до меня Немножко так и так Поинтересовался, что я здесь делаю Кто такой, откуда, зачем я все это дело снимаю Зачем снимать Вот совершенно незачем мне все это снимать Ну, сказал, снимайте только издалека Меня не надо снимать Кто входит, выходит, не надо снимать И все такое Паспорт проверил, между прочим И поинтересовался, почему я путешествую один Действительно, почему я путешествую один до сих пор Это парламент республики То я не успел здание прочитать Что там находится в нем Но это, наверное, президентский дворец Даже уже теперь боязно подходить ближе Кстати говоря, все равно Хоть забором не обнесены эти все здания Глухим И нет, вот президентский дворец обнесен забором Но он находится не на таком уж Далеком расстоянии от самого здания Справа и слева еще расположены красивые такие здания Интересные А у меня кончается карточка между тем И мне даже нечем ее заменить Поэтому я буду заканчивать репортаж На самом интересном месте День сегодня был офигенно Насыщенный, интересный Множество интересных мест в Астане я посетил И на этом буду заканчивать репортаж Потому что, говорю, уж карточка кончается У меня есть еще одна Но она у меня останется на Павлодар Спасибо вам за внимание Наверное, сделаю еще один репортаж попозже Не войдет все в одну серию Весь тот материал, который я отснял сегодня Сделаю, наверное, два выпуска А может быть, чуть больше Смотрите их все на моем канале Подписывайтесь, кто не подписался Ставьте лайки Пишите добрые комментарии Ваш Роман посторонний Будет стараться снять для вас хорошие сюжеты Немного Белый дом напоминает Это еще красивейшее здание Я специально подошел к дежуре Спросил, можно ли снимать Он сказал, ну, конечно, может, почему нельзя То есть там, видать, какой-то был особо ретивый сотрудник А так снимать Интересная вещь Прямо за президентским дворцом Есть аллейка, ведущая, по-моему, к набережной Так вот, она не асфальтирована Так, посыпана крошка просто Дворец И вот здесь такая Ну, в принципе, она так задумана Президентский дворец сбоку А вот там тоже интересный райончик Вот, может быть, завтра его посещу Посмотрю, сколько у меня остается места на флешке И поснимаю вот те места В городе очень много мостов через реку Вот один из них И еще обращаю ваше внимание Как много свободного места Стройся и стройся и стройся Город будет расти Очередной мост С золотыми колоннами По нему я перейду на другую сторону реки И вот теперь осталось только найти свой хостел Мне до него еще далеко А здорово стемнеет сейчас Улица Аман мне попалась Какая-то улица прям охренительных дворцов таких Аман Еще на этой улице Представительство других стран Вот они подряд И штаб-квартир или посольство Не знаю уж точно Посольства для посольств маловато Вот уже совсем стемнело почти Попалась мне все-таки в объектив Православная церковь А там дальше католическая Которую я снимал с другой стороны А это речка Акбулак Вот уже даже не вижу надписи Что это за поэт Акын Подскажите, кто знает Я уже не вижу ничего Уже темно так В гостинице В цараде в общем-то ничего необычного Но использованы мотивы Фимов Гайдая И это прикольно Вот добрел до хостела А тут меня встречает такое милое существо Тебя не пускают Да Три маленьких Кричи Три маленьких Кричи